Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня у нас обзор профессионального журнала «Библиотечное дело» с 1 по 14 номера 2022 года. Я свой обзор решила поделить, вернее, не свой обзор, а статьи, которые я подобрала, на четыре темы. Это модельные библиотеки, повышение квалификации и инструменты современных библиотекарей и привлечения молодежи. То есть постаралась выбрать такой материал, который относится к привлечению студентов, к привлечению молодых специалистов библиотечного дела, цифровизации и информатизации. То есть все, что сейчас на данный момент актуально. Итак, начнем мы с темы модельных библиотек. Первая статья у нас из номера 3. Он у нас называется «Библиотечные фонды». Статья называется «Разум общества новой библиотеки Фьюри в Кирконуме». Прошу прощения, если вдруг ударение неправильно ставлю. Еще хочу сказать по поводу презентации. Вам будет видна презентация, на которой будет отображаться номер журнала, его название, статья, то есть название статьи и с какой страницы она начинается. Вот, все. «Разум общества новой библиотеки Фьюри в Кирконуме» без авторства, то есть авторов нет. В 2020 году в муниципалитете Кирконуме, расположенном на западной границе города, города Эспа, открылась просторная библиотека Фьюри. Ну или Фьюри как-то. Ну так вот она произносится по-русски. Проект разработан архитектурным бюро GKMM Architects осенью 2021 года и получил престижную премию Финляндия в области архитектуры. «Философия библиотеки – это краеугольный камень демократии, равноправия и веры в человечность», говорит философ Эса Сааринин, выбравший победителя. Главный проектировщик проекта, тему Куркелла, да, имена сложны немножко, архитектор интерьера Тина Рюккенен. Фьюри расположена рядом с администрацией муниципалитета Кирконуме, средневековой церковью и площадью. Ранее на месте Фьюри располагалось здание библиотеки, спроектированное Олой Хасоном и построенное в 1982 году. Его не снесли, а использовали как часть рабочих помещений. Архитектурное бюро объединили старое здание с новым, чтобы они были единым целым. То есть в целом у нас получается как бы дизайн немножко такой старой библиотеки, но в то же время новой. То есть это как-то совмещенно, и это все очень красиво выглядит. Теперь в Фьюри под одной крышей работают главная библиотека, семейный парк, пространство для молодежи, игровая музыкальная школа и кафе, находящийся в ведении центра занятости. Там можно выпить кофе, почитать прессу, посетить выставку и провести время с детьми. Библиотека выглядит ненавязчиво и не обрушает свой объем книг на посетителя. Так, ну в статье, разумеется, это все более подробно описано, поэтому кому интересно, можно посмотреть, почитать. Дальше, прошу прощения, голос куда-то исчез. Номер 10. Так, он у нас называется «За библиотечные кадры». Статья «Умное место в умном городе. Смарт-библиотека как центр для развития навыков жителей». Автор Анатолий Николаевич Бабич, библиотекарь второй категории, смарт-библиотека имени Анны Ахматовой, город Москва. В 2018 году, после преобразования, Московская библиотека номер 197 в Крылатском стала первой в России смарт-библиотекой имени Анны Андреевны Ахматовой. Название смарт-библиотека получила после масштабной реконструкции, прошедшей в 2017-2018 годах. В день торжественного открытия 11 сентября 2018 года библиотеку посетил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и отметил ее многофункциональность и пожелал удачи и успехов в работе. Сегодня смарт-библиотека – это 2500 квадратных метров технологического пространства для непрерывного образования и развития. Фонд содержит более 160 тысяч традиционных и электронных экземпляров. В библиотеке есть детский образовательный центр, кафе, типография, студия звукозаписи и конференц-зал. Она доступна для посетителей всех возрастов, проживающих в любом районе. Уже зарегистрировано более 10 тысяч читателей и с каждым днем все больше. Документы можно забронировать, не выходя из дома, благодаря единому читательскому билету муниципальных библиотек города Москвы и электронному каталогу на сайте госуслуг и затем забрать документ с бронеполки. Пользователи могут воспользоваться доступом к электронным библиотекам и ресурсам, распечатать свои работы и воспользоваться интернетом. В библиотеке стоит круглосуточный терминал сдачи книг. Есть очки виртуальной реальности, исключительно для визуальных экскурсий, не для игр, для экскурсий. Некоторые помещения переведены в каворкинг и имеется актовый зал. Пространство-трансформеры, они еще его называют, то есть его можно хоть под что переделать. Еще одна из интересных идей – это кабины для мобильных переговоров. Они звукоизолированы и оборудованы розеткой и USB-разъемом. То есть пользователь никого не потревожит, если им вдруг нужно провести ту же конференцию в Zoom. В этой библиотеке есть еще много интересных вещей. Например, студия дизайна, студия звукозаписи, печатной мастерской, комикс-центр с богатейшей коллекцией графических романов. Кроме того, библиотека создала собственную парочку комиксов уже. И кинозал. Также библиотека сотрудничает с сервисами SoundCloud, Apple и Яндекс.Музыка. У них там подкасты есть свои. То есть вот даже скрин, который на презентации, это скрин с сайта. С их сайта. У них там можно записаться. То есть у них там есть расписание мероприятий, можно записаться на них. И вот такие вот окошечки с зонами. И там все это можно просмотреть. И также сбоку вот есть контакты, с кем сотрудничает библиотека. И подкасты в том числе вот эти, которые можно там послушать. Ну и еще у библиотеки есть свой YouTube-канал под названием Smart-библиотека имени Анны Ахматовой. Канал насчитывает около 1600 подписчиков, более 80 тысяч просмотров. На нем можно ознакомиться с разнообразнейшим контентом. То есть у них там вообще очень много всего. Далее. Далее. Следующая статья у нас. Это уже пойдет вторая тема. Про повышение квалификации. Так, номер 12. Называется уроки просвещения. Статья называется «К переменам готовы. Профессиональные мастерские в модельной библиотеке интеллект-центр». Об этой библиотеке я, по-моему, говорила в прошлом или в позапрошлом обзоре, когда ее вот только-только открыли, можно сказать, что она из себя представляет. Тут уже немножко о другом речи пойдет. Автор Ольга Николаевна Добрачева, ведущая библиотекарь модельной библиотеки интеллект-центр. Благодаря национальному проекту «Культура» в 2020 году в городе Черемхово открылась библиотека интеллект-центр очень необычная и креативная, с разными нестандартными вариантами интеллектуального досуга, и в которой есть все для комфортного чтения и саморазвития. В предыдущих, это я уже сказала, в этой статье пойдет речь о профмастерских, называется «Молодежные проекты». Это новый проект, который реализует Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина на базе модельных библиотек при Ангаре. На таких мероприятиях предполагается встреча опытных библиотекарей с молодыми специалистами библиотечного дела для обмена практическими навыками работы, поиска нового смысла профессионального развития, повышения количественных и качественных показателей работы библиотек с молодежью. Альтернатива этому, ну, можно сказать, мастер-класс. Проводятся мастер-классы. Библиотека постепенно развивается. Действующие проекты библиотеки создают атмосферу интеллектуального и творческого развития через чтение и использование новых современных технологий. Библиотека стала пилотной площадкой для проведения профмастерской по реализации молодежных библиотечных проектов. Здесь затрагивались такие смысловые акценты библиотечной деятельности, как ресурсы, социум и кадровый потенциал. Формат мастерской предполагает минимум теории и максимум практики. Работники интеллект-центра постарались показать все возможности модельной библиотеки. На мастер-классе от студии цифрового рисунка «Арттема» участники осваивали азы рисования на графическом планшете. Это устройство дает куда больше свободы в рисовании, нежели если рисовать традиционными материалами. На фабрике идей участники научились рисовать 3D-ручкой. Свободный доступ к этому типу рисования. Еще одно достоинство интеллект-центра. Участники рисовали ярких объемных бабочек. И также участники приняли участие в рисовании комиксов. Вот, к сожалению, здесь нету, я не добавила фотографию бабочек, но в журнале, в статье она есть. Жаль, что не в цветном формате, но красиво, красиво. Тоже хотелось бы когда-нибудь попробовать рисовать 3D-ручкой. Так, дальше. В общем целом, библиотека очень активно принимает участие в проектах и реализует свой новый потенциал в полной мере. Так, дальше. Следующая статья. Она у нас из журнала номер 6. Называется он «Всероссийский библиотечный конгресс. 26-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации». Статья «Молодежная секция РБА. Что было, что есть и что будет». Автор Марина Павловна Захаренко, председатель молодежной секции РБА, заместитель директора Российской государственной библиотеки для молодежи, кандидат педагогических наук. Молодежная секция была создана как структурное подразделение Российской библиотечной ассоциации, я буду говорить РБА, РБА в далеком 2000 году. Объектом и субъектом пристального внимания были и остаются молодые сотрудники библиотек. В задачи секции входит оказание начинающим специалистам консультативной помощи в освоении профессии, поддержка их проектов, проведение масштабных общероссийских и межрегиональных мероприятий, организаторами и участниками которых являются молодые сотрудники библиотек. Два самых крупных таких мероприятия – это форум молодых библиотекарей России и российский молодежный библиотечный конвент. Форум молодых библиотекарей проходит уже в течение нескольких лет. Когда проходил девятый форум молодых библиотекарей России, он состоялся в 2021 году в Калининграде. Насыщенная программа включала экспертные сессии и интерактивы, воркшопы, пленарные дискуссии и опен-колы. Неоценимым опытом стало знакомство участников с модельными библиотеками региона. Участники отмечали творческую атмосферу. Российский молодежный библиотечный конвент проходит раз в два года на базе Российской государственной библиотеки для молодежи с 2010 года. За эти годы он стал всеми признанной площадкой для личного знакомства и обмена идеями молодых библиотечных профессионалов. Когда форум проходил в последний на данный период времени раз, на нем участникам предлагалось выставить проекты на определенные тематики. Это проекты, которые уже были реализованы, проекты уровня страны, проекты, которые хотелось бы реализовать, но нужна помощь РГБМ или помощь других библиотек. Были проведены и проводятся и другие мероприятия для молодых специалистов, и их немало. Секция РБА оказывает организационно-методическую и информационную поддержку проводимым в регионах молодежным мероприятиям. Члены постоянного комитета и активисты секции принимают непосредственное участие в их проведении. О мероприятиях, посвященных молодым специалистам, очень много написано в статье. Она большая. Думаю, что ее стоит почитать всем молодым специалистам библиотечного дела, тем, кто еще не вник в профессию, только-только начинает, и тем, кто в ней уже с головою, и вдруг нужно реализовать какой-то проект. Вот, пожалуйста. Дальше. Следующая статья. Она у нас из номера 14. Она целью называется «Кометы и падающие звезды». Статья называется «С учетом склонностей и личностных особенностей. Раскрытие кадрового потенциала в библиотеке». Статья коротенькая. Библиотечные специалисты на сегодняшний день становятся все более мультифункциональными. Им приходится быть библиотекарями, организаторами, сценаристами, документоведами, рекламщиками, СММ-специалистами, видеорежиссерами, актерами и прочее. Очень-очень много всего, согласитесь. Проблема в том, что порой несколько из этих функций, или даже все функции возлагаются на одного сотрудника. А если делить между сотрудниками, то вопрос, кому какую функцию дать. Как максимально эффективно распорядиться сотрудниками, чтобы не перенапрячивать отдельно взятых специалистов и не создать напряжение в коллективе. Для этого и предполагается внедрение развития кадрового потенциала в библиотеках. Что же это такое? Что же такое кадровый потенциал? Как его раскрыть? В статье нам рассказывает Марина Анатольевна Дворецкая, ведущая библиотекарь ЦБС для детей имени Островского, города Красноярска. Статья небольшая. Дальше. Следующая статья. Она у нас из номера 2. Он у нас называется «Книжная полка». Статья называется «Виртуальные выставки и электронные презентации как способ раскрытия фонда редких книг». Автор Олеся Васильевна Зубова, старший научный сотрудник отдела редких книг ОРК, сокращенно Самарской областной универсальной научной библиотеки СОУНБ. Одной из площадок, работающих на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки, является Центр изучения книжной культуры. Это экспозиционно-выставочное пространство, входящее в структурное подразделение отдела фонда редких книг. На территории двух залов работают выставки, наполнение которых происходит главным образом за счет фонда отдела редких книг. В одном зале выставки сменные, а в другом выставка работает на постоянной основе и рассказывает об истории появления и развития книги вплоть до книгопечатания. В зале присутствуют как макеты, фоксимильные издания, так и оригиналы рукописных книг. В 2019 году Центр изучения книжной культуры выиграл грант фонда Михаила Прохорова. На эти средства было приобретено мультимедийное оборудование, что значительно расширило возможности выставочного пространства для сменных экспозиций. Основной формой представления была презентация. Это самый универсальный инструмент по соотношению информативности транслируемого материала, восприятию его посетителями и возможности сотрудников. Использование мультимедийных установок позволяет решить целый ряд задач. Демонстрация фонда книг, не вошедших в экспозицию. В этом случае часть можно перевести в электронный формат и представить на экранах. При экспонировании книг мы можем показать лишь один разворот, вернее они могут показать лишь один разворот, либо переплет. Если книга с большим количеством иллюстраций, орнаментом и т.д., в таком случае все богатство, опять же, можно продемонстрировать на сенсорных киосках. Размещение изображений и издания – реальный прототип, которого находится в плачевном состоянии. То есть на экране имеется в виду размещение. Такой подход не только сохранит ценный экземпляр, но и в то же время познакомит с ним широкий круг посетителей выставки. Экспонирование книг, отсутствующих в фонде редких книг в СОУНБ, но являющихся важным объектом с точки зрения концепции выставки. Также Агил практикует порой и аудиосопровождение некоторых выставок. А для тех, кто не может побывать в библиотеке, все выставки размещены у них на сайте в разделе «Выставки в цифре». Так, следующая статья. Это уже пойдет из... Кстати, да, я забыла сказать, что вот эта статья, которую я сейчас рассказывала, это уже из новой темы. Это инструменты библиотекаря. Инструменты современных библиотекарей. Так, сейчас у нас статья из номера 80 лет Российской государственной библиотеки искусств. Юбилей. Статья называется «Цифровой багаж библиотеки. Совершенствуем информационные сервисы». Статья большая. Такой цифровой багаж накопила Российская государственная библиотека искусств к своему юбилею. Как развивается библиотека, формируя собственную информационную систему? Библиотека кардинально трансформировала информационно-библиографическое обслуживание читателей. Добилась больших успехов в развитии ресурсов в интернет-пространстве. Последние годы активно стала развиваться проектная деятельность РГБИ. Возрастает ее роль как агрегатора цифровой среды для всей сферы искусств. На современном этапе РГБИ ставит перед собой задачу создания принципиально новой, интегрированной в информационное пространство, инфраструктуры для читателей библиотеки. Анализируя цифровые преобразования, происходящие в библиотеке за последние десятилетия, необходимо отметить, что РГБИ одной из первых среди специализированных библиотек начала развивать электронный каталог и формировать тематические базы данных. Выбор Абис ОПАК Глобал и внедрение формата ФРУСМАРК было правильным и оправданным решением. Теперь по прошествии времени это отчетливо видно. Нам дальше все это раскроется в статье. Сегодня библиотека имеет разветвленную систему специализированных информационных ресурсов, используемых в процессе справочно-библиографического обслуживания. Их перечень и возможности использования постоянно расширяются. Почти все библиографические и многие полнотекстовые ресурсы доступны на сайте РГБИ. Как я уже сказала, статья большая. Но если вот прям вкратце сказать, в ней пойдет речь об электронном каталоге, библиографических базах данных, полнотекстовых базах РГБИ. Также пойдет речь о подписных ресурсах и современных проектах библиотеки. И об этом всем нам рассказывает автор статьи Инна Александровна Ваганова, заместитель директора РГБИ по информатизации, кандидат технических наук. Все очень подробно расписано. Про электронный каталог, про подписные ресурсы. То есть это нужно вот прям вот читать. Очень трудно передать это вкратце. Так, дальше. Следующая статья из номера 10. Из номера 10. Называется он «За библиотечные кадры». Автор статьи... Нет, название статьи. «Оптимизация статистического учета. Максимум учтенных показателей с минимальными трудозатратами». Автор статьи Тамара Алексеевна Корякова. Извиняюсь, если уберение неправильное. Заведующая сектором Центра сетевого взаимодействия, управления научно-организационной работой и сетевого взаимодействия Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского, город Санкт-Петербург. Теперь люди могут свободно к ним зайти, минуя сектор записи, взять книгу в открытом доступе и почитать в комфортной читательской зоне, не оформив выдачу. Они дали своим читателям право пользоваться электронными базами данных из дома, поэтому они могут читать, не приходя в библиотеку. Установив станции самообслуживания, они дали людям возможность сдать и взять книги, не попадая в поле зрения библиотекаря, который должен зафиксировать посещение. Как в таких условиях не терять показатели? И как предотвратить возможную накрутку статистики, которая не только подрывает доверие к библиотечным отчетам, но и сводит на нет эффективность аналитической работы? Вопросов много. Ответ один. Автоматизация максимального количества процессов и наличие удобного инструмента для сбора и обработки статистических показателей. Задавшись целью оптимизации учета и отчетности, в ЦГПБ имени Маяковского пришли к выводу, что созданная для корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга автоматизированная система статистического учета, АССУ, называется она АССУ с двумя С, идеальный инструмент для ее достижения. Она представляет собой клиент-сервисное приложение, предназначенное для извлечения статистической информации из библиотечных баз данных. Приложение завязано на единой обезличенной базе данных читателей. В Санкт-Петербурге она действует с 2015 года. Обезличенная база читателей единая, которая содержит набор сведений, необходимых для осуществления обслуживания, обеспечения сохранности фонда, заполнения формы государственной статистики и анализа состава пользователей библиотек. В общем целом, статья тоже очень большая, и чтобы ее понять, ее нужно прочитать, потому что вся вот эта система, она завязана на, наверное, логической последовательности. И вот чтобы все это понять, это нужно прям вот вникнуть, прочитать. Вкратце, это тоже практически нереально сделать. Но статья очень интересная, очень. Поэтому рекомендую. Так, дальше. Следующая статья у нас, это, кстати, вот скрин на вот этой программке, приложение. Не знаю, как это точно назвать, но написано, что приложение Асу. Это вот скрин. Так, дальше. Следующая статья. Из номера 12. Он называется «Уроки просвещения». Статья называется «Дверь в лето из пандемии. Прямой эфир, как форма просветительской работы в Рузовской библиотеке». Автор Марина Сергеевна Носова, ведущая библиотекарь медиа-центра Омского государственного технического университета. Из-за всем известной эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции библиотекам и не только библиотекам пришлось приспосабляться к дистанционному формату. И он дал свои плоды. Омский государственный технический университет не стал исключением. Даже больше. Они стали проводить целые трансляции мероприятий, конкурсов, розы, крышей и даже довольно продолжительных мероприятий. Использование онлайн-форматов открывает для библиотек ряд возможностей. Первое – это доступность. Пользователь может принять участие с любого устройства. Второе – время. Исключается потеря времени на дорогу и проще строить мероприятие в свой личный план дня. Третье – удобство. Не выходя из дома. Четвертое – аудитория для дистанционного формата почти не имеет значения количества участников. То есть, если в библиотеке есть ограничения по местам, то в онлайн-формате этого ограничения нет абсолютно. Омский государственный технический университет взялись провести продолжительный онлайн-марафон, который называется «Дверь в лето». Мы в его содержание не будем вдаваться, а лишь только вкратце я опишу, как это все происходило. Подготовка продолжительной онлайн-трансляции – довольно сложная и кропотливая работа. Это не все так просто, как кажется. Нужно точно по времени посчитать выступления каждого участника. То есть, составить сценарий прямого эфира. Это первый этап. Сценарий составить очень сложно. Это очень долго. Самая сложная часть, в общем говоря. Второй этап – это оформление локаций. Ребята, которые организаторы данного мероприятия, выбрали две локации. Там было два зала. И им так легче работать закадрово. То есть, если в одном зале происходит съемка, в другом находятся участники. Дальше. Еще одна важная вещь – выбор площадки для трансляции. Это YouTube, ВК или Instagram. Есть еще и другие, конечно же, площадки. Но самые популярные именно эти. Нужно выбирать ту площадку, на которой, наверное, самая большая аудитория. Или же самая активная аудитория. Лучше, наверное, самая активная аудитория. Сотрудники ОМГТУ – это сокращенное название университета – выбрали проведение трансляции в ВК. Организаторы пригласили гостей. Перечислять мы их тоже не будем. Но в целом продолжительность онлайн-марафона составила более трех часов. За время проведения подключалось более тысячи участников. За время проведения, то есть за три часа, более тысячи участников. До 31 мая 2021 года запись трансляции набрала более двух с половиной тысяч просмотров. На момент написания данной статьи посмотрели более четырех тысяч человек. Стоит отметить, что общая вместимость зала в библиотеке составляет не более 150 человек. Если говорить о периоде ограничений, то речь идет о 50 участниках. Вот так вот. Думаю, выводы можно сделать самим. Дальше. Следующая статья. Она из номера 13. Кстати, это вот скрины тоже, фотографии из журнала. С данной трансляции, с подготовки. Так, следующая статья. Из номера 13. На острове. Называется он «На острове нормальная погода». Забыла, прошу прощения, название. Самарская. В общем, САХОНБ. Я точно забыла, как расшифровывается. Самарская, по-моему, областная универсальная научная библиотека, если я не ошибаюсь. Масштабы цифровизации. Так, нет. Автор статьи Ольга Дмитриевна Туркина, заместитель директора по основной деятельности и информационным технологиям. Масштабы цифровизации сложно оценить. По данным МиксМедиа, 90% цифровых данных в мире созданы за последние два года. А в России за последние 10 лет их стало в 50 раз больше. Указом президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года цифровая трансформация возведена в ранг первостепенных государственных задач. Благодаря реализации региональной программы развития сферы культуры в Сахалинской области библиотека смогла создать современную инфраструктуру и реализовать новую модель библиотечного обслуживания. Все, что касаемо внедрения инноваций по цифровизации, в библиотеке обсуждается и решается на заседаниях рабочей группы, которая была создана еще в 2012 году из ведущих специалистов структурных подразделений библиотеки. Там же дорабатываются информационные продукты и сервисы и веб-ресурсы сайта. Дальше. Благодаря слаженной работе развития цифровизации библиотеки идет комплексно по утвержденным планам в трех основных направлениях. Автоматизация внутрибиблиотечных технологических процессов и организации библиотечно-информационного обслуживания. Формирование и хранение библиотечно-информационных ресурсов, создание новых цифровых информационных продуктов и услуг. Прошу прощения. Управление библиотекой и интеграция в информационное пространство. То есть вот эти три направления. Подробнее об этом можно узнать в статье. Также в ней идет речь о том, как развивается цифровка и электронные библиотеки и как библиотека интегрируется в информационное пространство. Цифровизация рассматривается коллективом как способность и желание изменить при помощи современных технологий основные составляющие создания продукта, взаимоотношений с пользователем и специфические процессы и совместную работу над моделью библиотеки в целом. А цифровая трансформация – это новый импульс и возможность при помощи цифровых технологий улучшить качество библиотечного обслуживания, освободить библиотечных специалистов от рутинных технологических процессов для активной взаимообогащающей работы с пользователями, требующей развития интеллектуальных и творческих способностей. То есть, грубо говоря, освободить нас от всей рутинной работы и чтобы мы проводили больше каких-то мероприятий, мастер-классов и всего-всего прочего. Подробнее в статье. Так, дальше. Следующая статья из номера 6. Это, кстати, уже пойдет последняя тема. Четвертая. «Привлечение молодежи» называется. Номер 6. Называется «Всероссийский библиотечный конгресс. 26-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации». Статья называется «Вузовская библиотека как креативный образовательный кластер». Автор статьи – Любовь Викторовна Маслова, ведущий специалист информационно-аналитической деятельности. По информационно-аналитической работе фундаментальной библиотеки ННГУ имени Лобачевского. И также еще один автор – Ирина Александровна Сулима, специалист по информационно-аналитической работе фундаментальной библиотеки ННГУ имени Лобачевского. Библиотека очень сильно связана с деятельностью Нижегородского университета. Открылась она в один год с университетом, то есть в 1916 году. С 1974 года она является методическим центром вузовских библиотек Волговятского региона Нижегородской и Кировской областей, Республик Марий-Эл, Мордовии и Чувашии. С 1970-х годов в библиотеке проводили различные совместные мероприятия – семинары, встречи, конкурсы и тому подобное. Стоит отметить, что в 2021 году одна из сотрудниц Евгения Валерьевна Узкова, главный библиотекарь электронных ресурсов, выиграла в конкурсе «Лаборатория лидерства 2021» лучшей университетской библиотекарь. В основе стратегии развития библиотеки имени Лобачевского приоритет 2030 лежит триединная миссия – подготовка интеллектуальной элиты России, генерация новых знаний и передовых технологий, патриотическое воспитание творческой молодежи. В целевой модели библиотеки к 2030 году фундаментальная библиотека становится проводником развития третьей миссии университета. Плат в развитие региона за счет реорганизации и открытия библиотечных, музейных и экспозиционных пространств библиотеки, коллаборация с городом в сфере культуры и популяризации наук и функционирование культурно-просветительского центра на базе фундаментальной библиотеки. Хотелось бы выделить мультимедийный проект, называется «Шкаф Андронова», который проходит в библиотеке. В рамках проекта в медиазале экспонируется интерактивная инсталляция, посвященная профессору Горьковского университета Андронову Александру Александровичу. Основу экспозиции составили книги из кабинета Андронова, а также его рабочие тетради и библиографические выписки, карточки с заданиями ученикам, некоторые предметы обстановки 1950-х годов, и все это дополнено современной скульптурой и графикой. Благодаря такому миксу вещей, скажем так, на фоне современной библиотеки происходит погружение в метафизическое пространство интеллектуальной деятельности академика Андронова. В конференц-зале постоянно проводятся форумы, конференции, концерты, ну и тому подобное. Дальше. Библиотека имеет перечень подписок на зарубежные научные ресурсы и весьма немаленькие. Все эти ресурсы, они тоже перечисляются в статье, там целый список. Дальше. Напоследок еще хочется отметить, что у библиотеки есть общественный клуб, посвященный иностранным студентам. Называется он «Дом дружбы». Для него выделено помещение, где иностранные студенты изучают русский язык в неформальной обстановке и могут получить литературу и консультации. Также в целом статья большая и в ней еще, кроме того, что я перечислила, есть еще информация по проектам и прочим мероприятиям, поэтому тоже можно почитать. Дальше. Это будет сейчас последняя статья. Она из номера 13. На острове нормальная погода САХОНБ 75 лет. Статья называется «Об особенностях информационного уклада жизни, перспективы формирования цифровой культуры подрастающего поколения в условиях библиотеки». Автор Татьяна Борисовна Кавалеркич, главный библиотекарь отдела комплексного библиотечного обслуживания «Сахалинская областная универсальная научная библиотека». Исследователи отмечают, что в настоящее время объем данных в глобальном информационном пространстве удваивается каждые два года, но ее объективная ценность снижается. То есть интернет заполняется информацией, но полезной из нее мало. По-моему, если я не ошибаюсь, всего лишь 20% полезной информации обрабатывается пользователями, из нее только процентов 5. Вот такие показатели. Дальше. Темпы развития и распространения информации сейчас превышают возможности человека успевать ее усваивать. И в России самый низкий уровень цифровой грамотности. Поэтому в сложившихся обстоятельствах важную роль играет обеспечение населения знаниями, умениями, навыками и компетенциями, отражающими уровень их информационной и цифровой культуры. На это нацеливает стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-30-е годы. Библиотеки в этом опросе играют одну из ключевых ролей, так как именно библиотеки в большей степени помогают обучиться цифровой грамотности. В библиотеке проводят ряд мероприятий, и не только мероприятий. Например, Сахалинская областная универсальная научная библиотека, мы о ней говорили уже ранее, В апреле 2019 года было принято решение организовать там Центр информационной и цифровой культуры. В библиотеке было организовано пространство для проведения обучающих занятий, оснащенное необходимым оборудованием. Сотрудники Центра, ответственные за проведение учебных курсов, прошли обучение по дополнительным программам повышения квалификации и выполняют функции цифровых кураторов. Далее, в 2019-2021 годах на курсах организованы две комплексные культурно-образовательные программы. Первая – это основы информационной культуры, и вторая – это основы цифровой культуры. То есть в первом случае информационного, а во второй – цифровой культуры. Что касаемо первой, программа знакомила слушателей с особенностями информационного уклада жизни современного человека. И основными этапами развития информационной культуры общества. Они освоили приемы работы с различными источниками и видами информации, методы интеллектуальной работы с текстом. Что касаемо второй – это основы цифровой культуры. Предусматривали изучение специфики работы с сетевыми сервисами, развитие базовых знаний в области программирования, цифровой этики, информационной безопасности. Слушателями данных программ, данных, скажем так, ну не тренингов, а занятий, да, было более трех тысяч школьников и студентов. О том, какие еще методы и способы обучения населения были организованы, подробнее описано в статье, потому что статья тоже не маленькая, даже, сказать, большая. Ну а на этом я буду, наверное, заканчивать свой обзор и буду ждать ваши вопросы. Всегда интересно и необходимо узнавать, как работают другие библиотеки, не только вузовские. У коллег интересные идеи, форматы, есть над чем подумать, а также и собственный опыт представить в журнале. Да, да, да. Если я не ошибаюсь, в целом за 14 номеров там где-то, ну, 4 статьи примерно, касаемые вузовских библиотек. Но, наверное, 2 или 3 из них касаются именно библиотеки искусств. Ну, то есть, в смысле, университета искусств. Вот. Есть у вас какие-то, может быть, вопросы? Так, сейчас я вот еще перелесну слайд. То есть, у нас всего было 14 номеров, взяла я 12 статей. Чтобы так, ну, поподробнее их описать. Они большие, просто статьи большие, поэтому так вот получилось. Так, ну что, вроде бы вопросов нету, да? Подожду еще минуточку. Нет? Ладно, коллеги, если у вас вдруг какие-то вопросы возникнут по поводу там номеров журналов, названий статей или еще что-то, может быть, какие-то замечания будут, я все это готова выслушать. Можете в вайбере писать в личку. Все, я буду завершать. Со всеми прощаюсь. Всем прекрасного дня, прекрасного вечера и прекрасных выходных. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok